В населенные пункты Аяговского района впервые за долгие годы проводится питьевая вода. До этого местным жителям приходилось пользоваться водой из колодцев и родников. В прошлом году водоснабжением было обеспечено три села. В дальнейшем будут охвачены остальные населенные пункты. Завершить эту работу планируется до 2020 года. Только три года назад питьевой водой было обеспечено лишь 32% Аяговского района. Сегодня эта цифра выросла до 53%. В год реализуются по 3-4 проекта. В этом году работами по проведению воды охвачены село Донинбай, финансирующееся из республиканского бюджета, а также мини-аулы Кенхулат и Ескмайлин, деньги на которые выделены из местной казны. По словам руководства района, до конца года работы должны завершиться. До конца этого года мы планируем довести уровень водоснабжения в районе до 54%. В предстоящие три года мы планируем активно продолжать эту работу. И к 2020 году этот проблемный вопрос мы планируем полностью снять. В прошлом году за счет республиканских средств работы по подведению питьевой воды велись в трех аулах. Также была выполнена четвертая очередь ремонтных работ в самом городе Аягов. Здесь также проводится центральное водоснабжение. План на ближайшее время обеспечить им 36 улиц. Для этих целей предусмотрены почти 2 миллиарда тенге. Параллельно здесь обновлены канализационные сети. В настоящее время подрядчик отрабатывает микрорайон мясокомбинат. Работают 20 человек. Они приступили 1 сентября. По плану срок сдачи участка у нас стоит май 2019 года. Но мы планируем завершить все работы уже к концу этого года. В ближайшее время еще в трех населенных пунктах района будет проведена питьевая вода. Для этого из государственного бюджета выделено около полутора миллиардов тенге. Помимо того, более 650 миллионов тенге выделены для благоустройства города, ремонта дорог и озеленения. На городских улицах и парках появились цветники, установлены энергосберегающие лампы и фонари. От работ по благоустройству не остались в стороне и дворы многоэтажек. Здесь асфальтируются подъездные дороги, устанавливаются бордюры, скамейки, мусорные контейнеры, разбиваются газоны. В Экимате обещают, работу в этом направлении будут продолжаться.